Позвали бы просто человека, который бы все это сделал. Блин, а это тяжело вам кажется. Ой, девочки, конечно, это полный трэш. Я в шоке. Зря, зря я этим занялась. Чуть что, мамочка? Да. Когда мама говорит, не берись за это дело, наберемся. Все, девочки, в жопу. Всем привет, мои хорошие, с вами Сирена Суэй. И сегодня мы начинаем замазывать, точнее, должны закончить в этом влоге, заканчивать наши штробы, заделывать. Дыры очень глубокие, просто невероятно глубокие дыры. Я не знаю, как я буду все это делать. В нашем распоряжении вот такое вот ведерко, в которое мы стелим пакетик. Так мама рассказывала мне, когда она маленькие дырочки заделала, она алебастрой заделывала, она всегда в емкость клала вот такой пакетик, чтобы саму емкость не испортить. Что мне посоветовали взять в магазине строительном? Я говорю, для блондинок есть что-то, чтобы не нужно было штукатурить отдельно, шпаклевать отдельно? Мне вот посоветовали вот такое вот штукатурка гипсовая, не требующая грунтования и финишного шпаклевания. То есть, короче, ей одной можно сделать все. Здесь 5 килограмм, разводится на 3 литра воды. И, в принципе, я думаю, что вполне можно вот этот весь мешочек нам сделать, посмотреть, насколько его хватит. Вообще, весь этот мешок, по-моему, идет на смесье 8-9 килограмм, идет на 1 квадратный метр. Вообще не знаю, что у меня здесь получится сейчас, какой густоты я сделаю, примерно как бы знаю, но хочется сделать погуще, так чтобы ничего нигде не летело. Короче, мне эти дырки, самое главное, вот прям замазать сейчас. Мама в шоке, она вообще в шоке, да? Да, я хоть и штукатурила что-то чуть-чуть, небольшие дырки. Вот за такую огромную работу я лично не стала бы браться. Ну, ты хочешь браться, берись, моя дорогая. Если она подтачит, что-то... А я отчаянная девчонка, я хочу попробовать сама. Давай, ты положи вот клееночку под самой стеночкой. Она под самой стеночкой. Все, клееночка постелена под самой стеночкой. В моем арсенале шпатель большой, шпатель средний, и такие узенькие, и резиновый есть. Вот, и что? Все, и все, поехали. Вот этот шпатель, он вырезает? Нет. Не, не врезает. Им только ровнять будем уже как-то сделать. Смотри, этот маленький шпатель сейчас, он тебе не нужен, он для вот этих маленьких врачей, но он тебе пригодится вот здесь. Сдирать. Вот штукатурить будешь вот этим сейчас. А вот этим выравнивать. Ну, я выравнивать не буду сейчас. Я буду через час выравнивать. Я видела технику там специальную, там надо с горкой наложить. Короче, вот ты делаешь такую вот кашу, и будешь туда закидывать, закидывать. Ну, подожди. Ну, вот ты закидаешь, будет у тебя удобен что-то. Ты вот так вот не уберешь? Нет, я чуть-чуть уберу лишнего. Вот так вот лишнего надо убереть. Хорошо, я уберу чуть-чуть лишнего. Все, твоя это, дорогая. Подожди, подожди, а как лучше мне сначала смесь сюда всю высыпать и развести водой, либо воду налить сколько нужно и всыпать в смесь. Ну, сколько нужно. Если ты говоришь, что на этот мешок нужно 3 литра, тогда надо будет сыпать весь мешок и все 3 литра. Но если ты хочешь не сразу все сделать... Я хочу, ну, весь мешок можно сделать. Ну, тогда... Короче, в воду лучше, да, насыпать? Ну, я бы, наверное, все-таки... Подожди, как они делали? Они в воду насыпали, вот, которые работники наставку работают? В воду насыпали. Короче, я сейчас 3 литра налью сюда воды и начну сыпать и замешивать. Да, штробы вот еще раз показываю, какие наиглубочайшие, толстые, нереально глубокие. Я и думаю, все, своими руками делать. И еще вторая вот. Вот эта вот штука. Это можно... Мама говорит, что пакет будет мешать. Он тебе будет мешать, потому что у тебя сейчас будут, как сказать, большие работы. Да. Большие. Поэтому... Огромные. Вот ты будешь брать, а потом, что останется, уже сотребается стена, кулек тебе будет мешать. Очень много в кулке останется. Ладно. Вот. Вот когда берут такую резину из силикона, вот тут, как он показывал, как ланочку или видеорочка небольшую, ну, то для небольших вот этих условий. Раз. Если что-то не получится, потом... Не поздно будет сделать, что... Ну, может быть, и поздно. Не страшно. Этот мешочек, он на самом деле не дорого стоит. Если что, то есть волосы. Посмотри, мама, покажи, как поближе. Все размешивается. Да. Запах какой цемента. Нанеси. Блин, а это тяжело, оказывается. Руками. А что он говорил? Вот. И дырки такие здоровые сделаю. А перчатки не надо мне, кстати, видеть? Ну, вот в маникюр я это советую сувать туда. Так, может, перчатки синие. Так, может, перчатки синие. Перчатки эти надо. Прям, думаешь, потечет? Подожди, вот она течет же у тебя на лопатке. Ну, что ты делаешь? Я начинаю. Я начинаю. Она не должна течество. Не должна течество. Хорошо. Еще. Еще одна. А, ну, вот. Знаете, все, либо ничего. Но я не знала, насколько это тяжело, чисто физически. Вроде бы, это же чуть-чуть правильно сделать. Ну, давай, замазывай, ладно. Я думаю. Наверное, уже нормально. Слава тебе, господи. Мама говорит, нормально. Поверь. Так, начинаем рисовывать. Пальчиками помогаем. Впервые просто у меня дебют. Закладываем. По углам сначала засовываю ваши мандылки. Там вот. Я хочу чуть-чуть больше газа засовывать. Вот так вот. Да, если кто-то будет говорить, не жалко, Селена тебе пижамку. Не жалко. И мне главное работать в комфортной одежде. Кстати, здесь написано, я вам говорила, да, что не требует... Что я сказала? Внутри бурет... Грунтовки, мам. Что ты скажешь, мам? Пока что. Или надо еще, думаешь, погрузить, да? А что я тебе скажу? Ты, Маша, мы посмотрим результат, вот, например, завтра. Думаю, завтра все станет ясно. Или через, может, неделю, чтобы оно не вытекло, чтобы оно не отвалилось. Не вывалилось. Может быть, так же можно и погуще сделать. Не уверенно держится, скатится, не скатится. Внутри буретов, надо бы и погуще будет сделать. Ну ладно, сейчас я здесь уже подъем. Вообще, мне нравится работать. А ты возьми двумя руками, занеси как тесто. И прям руками их замазать без шпаты. Нет, сейчас шпатлям удобнее, если честно. Второй мешок пошел. Второй мешок пошел. Самое сложное. Да, это я сейчас вот заделала все. Оно все неровное. Я пользуюсь там вторым способом. Их способов несколько. Один способ, это если мы выравниваем полностью, но потом через час, через два, когда высохнет, там впитается вся влага, у нас могут быть такие как бы яркие. Нам нужно проходить со вторым слоем. А есть еще вариант, где мы сразу делаем такой слой, как бы с захлестом, да, и не выравниваем прям ровно по стене. Тогда через час, через два мы берем шпателем и просто срезаем уже засохшие штуки. И тогда уже оно впитываться не будет. Через час, через два оно уже останется, как останется. Вот у меня немножко с таким нахлестом сделано. Можно даже еще нахлестнуть. И вот это вот, представьте, вот этот вот кусочек, это целый мешок ушел. Так что у меня, походу, один, мама сказала, это не штроба, скорее всего называется, а канал. Так что это канал. Один канал у меня на сегодня будет. Завтра надо будет такой канал доделать. Я приноровилась уже, в принципе. Что-то я мне какой-то этот фильм из старого. Кто там в бетоне, кто-то этот... В бетон кого-то за этого не вспомни. Шурочкин или Шура, или кто? Шурик. Шурик там у кого-то, в бетон, да? Операция «Видно». Операция «Видно». Операция «Видно» или «Видно». Ну что-то про Шурик это там, да. Так, короче. Это про обращение «Шурики», наверное. Давайте я попробую, потому что неудобно мне гонять сюда. Ну смотри, тебя видно? Не знаю. Я на самом деле очень быстро все сделала. Вот этот кусочек приноровилась. Ох, поскакать сейчас тебе, да? Да, ножки так начинают сейчас. А можно другой вариант? Можно взять еще одну табуретку, да? Не, неудобно. Поставить ведро на табуретку, на вторую. Тебе наклоняться надо, это спина. А здесь ноги качаются. А, только качаться еще больше. Ага. А, ладно. А вы думаете, в кого это я? Вот мой учитель. Говорит, что-то ты не по-русски делаешь, дай помогу. Да ты просто держишь шпаты не по-русски. Я посмотрю, как-то тебе все равно неудобно. Вот. И вот большой шпатик, для того, чтобы на него наложили. И пошли. Раз. И тебе, получается, вот запитнуло. Выровняло. Выровняло. Вот мой учитель. Ладно, сейчас сделаем. Ох, крошки мои, скажу я, что это дело нелегкое. Нифига. Но я сделала кое-что. Значит, я замазала вот эту вот всю штраву. Кстати, там вот я до конца не поняла, как провод сделать, как этот сделать. В общем, там они, если что, проштробят что-нибудь уже, ладно. Вот. Каналы чуть-чуть замазали еще. Это мы алебастры замажем. Ей как бы проще. Там уже чуть-чуть нужно. Вот. Главное сейчас самые большие штробы. Вот сейчас пройдет часик-полтора. Ну, часик где-то пройдет. И я приду и шпателем буду ровнять уже вот, когда оно более-менее сухое будет. Тут я все сделала. Закончились два мешка. Даже два мешка еще чуть-чуть. И остатки, то, что я намешала, я вот сюда сделала. Короче, мне завтра нужно доделать вот это. Но вот это вот, вот этот канал, он больше по длине, чем этот. Но там. Короче, я не знаю, надо их померить. Я не знаю, сколько мне брать, но, наверное, я возьму три мешка на всякий случай. Потому что в любом случае, наверное, еще пригодится. Электрику еще будут делать. Хотя электрику мы алебастры можем замазывать. Ой, я не знаю, сколько взять мне мешков. Сегодня все. Я устала. Не знала, что так тяжело будет. Если бы знала, я бы, наверное, лучше бы нашла кого-нибудь, чтобы профессионалы уже сделали как надо. Но так как я люблю эксперименты и должна попробовать что-нибудь новое для себя в жизни, в принципе, мне интересно. Поэтому завтра я доделаю этот канал сама. Так, прошел часик, смотрите. Здесь даже уже чуть-чуть посветлело вас, ну, в отличие от здесь, да? Попробую. Что если тут? Ну, давай я там могу сделать так. Мы снимаем лишнее. Теперь мама показала по-другому снимать лишнее. На, тебе кисточку. Ну, оно так и должно сниматься лишнее. Просто я бы не стала экспериментировать, я сразу бы положила на пустыку к канаве. Ой. Я бы сразу лишнее не стала. Ой, она нормально тут уже, мама, заветовалась. Ой, господи, как тяжело. Мам, умные. Вот мама теперь делает кисточкой. Равняем. Мама, просто опыт у нее есть. У меня не такой же хороший шок, и поэтому я не хотела за это драться. Ну, раз мы уже взялись, надо... Нет, нет. Я буду в половине наименьшими конференциями, знаешь? Будьте с ситуацией. Ты у меня на подстраховке. Я тут фигачу. Давай здесь так сделаем, а тут так... А мама бы там, эти, пожинает плоды. Чтоб я без тебя делаю. Ладно. Пусть оно высохнет все. Потом будем завтра смотреть, что еще можно сделать. Оно должно подсохнуть дальше. Я сейчас спать ложусь. Ничего. Илья, я сейчас не ложусь спать, но ты просыпаешься вместе со мной. Нет. Я в восемь, а ты в восемь. Нет. Иди спать. В общем, посрезали лишнее и кисточкой мокрой прошлись. Здесь и вот здесь. Завтра будем смотреть, что останется. От всего этого есть неровности, но мы это можем заделывать уже... Может быть, даже алебастры сверху заделываем. Короче, посмотрим вообще. У нас самодельное заделывание наших вот этих вот дыр. Посмотрим, что из этого выйдет. Честно говоря, зря, зря, зря мы взялись. Точнее, я взялась сама. Позвали бы просто человека, который бы все это сделал. Но теперь надо довести дело до конца, понимаете? Мне смешно лучше. Так, ну что, я пришла, попила кофе. В принципе, достаточно неплохо мы тут все сделали. Правда, они сейчас неровненькие, но я взяла уже шкурки там всего-всего зачищать. Все это выравнивать потом будем. Так, все, я сейчас намешиваю. Вот. Денька стучится, шкурки взяла. Замешиваю и заделаю вот эту дырочку. Потом вернусь к вам. Решила делать по старинке. Сначала я замажу дырку. Пусть она впитает влагу, а дальше мы можем выравнивать. Так, ну, в общем, я замазала все. Вот так вот. Все, хватило мне два мешка. Даже еще чуть-чуть осталось. Я еще вот эти все дырочки замазала прямые по электрике. В общем, пусть все сохнет. Дальше будем смотреть, что делать с этим делом всем. Как выравнивать будем. Ну что, мои хорошие, прошло два дня. Как видите, тут все подсохло. Тут немножко я начала зашкуривать. И смотрю, что вот это, наверное, еще не подсохло. Но, в принципе, зашкурить можно. Сейчас я беру шкурку. Это крупная шкурка такая. Вот она переполовинена у меня. И мы, на самом деле, не знаем, что толком делать. Но вот мама говорит, давай зашкурим. В общем, надо зашкурить нам, чтобы было все ровненько. Какие-то мелкие я буду уже шкурить более мелкой. У меня еще мелкая там есть. Вот. Сейчас все это сравняю. И все выпуклости поравняю, короче, здесь и там. В основном все как бы высохло. Просто чисто интуитивно, вот, не знаю. Я, на самом деле, девочки, не занималась бы этим сама, если бы знала, что это так тяжело. Но надо довести дело до конца. Посмотрим, сможем ли мы все это идеально покрасить и сделать, да, чтобы ничего не было заметно и было все ровно. Время покажет. Зашкуриваем. Ой, девочки, конечно, это полный трэш. Я бы, честно говоря, уже кого-нибудь бы вызвала, чтобы мне помогли все это сделать. Не то, чтобы даже помогли, а за меня бы все сделали. В общем, я зачистила как могла. У меня уже устала рука. У меня вот в тряпочку превратилась. Вот эта зачистка. Вся пыль на меня летит. Я вся пыльная. Только что из душа. В общем, не знаю. Ну, теперь надо брать алебастру и просто тоненьким слоем, как бы, как мама это умеет, она знает, как попробуем. Вообще не представляю. И скорее хочется все это закрасить и посмотреть, насколько ровная стена. Шпателем я, естественно, прикладывала вот так, ровняла. То есть здесь у нас небольшое углубление есть. Вот его как раз мы будем ровнять и сравнивать со стеной. Я в шоке. Нафига я этим вообще решила заняться просто. Но сейчас карантин, никого не позовешь даже, если хочешь. Я уже готова даже отдать любые деньги, чтобы мне пришли. Просто выровняли нормально стены. И все. Зря, зря я этим занялась. Ну что, я позвала тяжелую артиллерию. Это моя мамочка. Чучку мамочка. Да. Когда мама говорит, не берись за это дело, она берется. Как что-то не достала мамочка. Мам, я уже сказала, что вот если бы не карантин, я бы уже позвала человека, чтобы он все это выровнял. И мы бы не парились. Но у нас сейчас карантин, нам все равно чем-то... А прикинь, как дорого и ценно нам будет стена. Не, ну если не получится, то будем ждать конца карантина и все. И тогда... Я же тебе сказала сразу, что это тяжелая работа, и я даже браться. Это понятно. Но тогда мы вызовем людей. Но мы должны все сделать возможное. Я чуть-чуть, ты чуть-чуть. Если у нас получится, мама, это будут бесценные стены, мы будем хвастаться и рассказывать всем. О, будем рассказывать истории. Вот здесь каналы, да, трансляции. Знаете, где? Внукам, детям. Я думаю о том, что надо, чтобы сделано было хорошо, качественно, и не переделываться. Нет, так если мы хорошо сделаем, мы сможем потом хвастаться. История будет. Кстати, вот здесь понятно, что над розетками, ровно по центру, то есть здесь не обязательно мне что-то обозначать, ровно по центру вверх идет провод. И так над всеми розеточками. А вот эти каналы нам нужно будет померить, замерить, где они находятся, чтобы туда гвоздь случайно глубокий не воткнуть. Так, ну что? Мама Чоли, значит, накладывала. Я кисточкой проходилась, широким шпатрем проходилась. Здесь остаются некоторые борозды, такое, знаете, неровность. Но мы еще здесь будем еще один раз проходить. Еще можно даже не один раз проходить. В общем, вот там все ровненько получилось. Здесь очень широкое, ее как бы выравнивать надо. В общем, сделали только одну вот эту вот. И то не полностью сделали, надо дать подсохнуть. Короче, такой геморрой, вы не представляете. И это даже, наверное, делается не гипсом, потому что гипс очень быстро застывает. Мы просто вот такой кусочек сделали, гипс застыл. Причем мы очень быстро работаем. Все равно он застывает и превращается в камень. Буквально, девочки, полторы-две минуты. Это просто какой-то ужас. Наверное, гипсом нормально, алебастра, вот это заделывать. Вот эти вот каналчики, да? Но не такие большие каналы. Вот. Ну, не знаю. Ну, вот так вот мы сделали. Что теперь делать? Выкручиваемся как можем. Развлекаемся в карантин. Сейчас у нас перерывчик. И приступим снова. Ужин готовить сегодня не будем. Так, вечер. Пришла оценить промежуточные работы, которые мы с мамой сегодня делали. Слушайте, ну, алебастра высохла почти. И я вам скажу, что даже я так прошлась, рукой потрогала. Есть неровные моменты, но мы их будем заделывать, зашкуривать, ровнять. И какие-то вот такие вот бороздочки, которые остались, мы их будем тоже заделывать. Это вообще уже не проблема. Это мелочи. Тут по стене, кстати, были такие бороздочки. И я их хотела тоже замазать. Это все я помою. Все зашкурим, все сделаем, выровняем. Очень все красиво получилось. На удивление. Я, честно говоря, даже не ожидала, что так все получится. В общем, промежуточный вариант отличный. Завтра буду доделывать все дела. Зашкуривать. А потом будут самое классное. Это красить. Ой, молодцы мои. Итак, девочки, день следующий. Мы пришли. Мама вот чуть-чуть решила подзатереть. Тут все. Ну, остались микро реально трещинки. В целом, стена ровная, нормальная. Вот. Поэтому мы подзаделаем все это дело, зашкурим. И я уже буду сверху красить. И тогда будет точно видно каждую деталь. И мы уже там еще подмажем. Ну, вот такой в 10 тысяч этапов получается вот это вот наше замазывание стен. Ну, а что делать? Мы первый раз с этим столкнулись. Красить будем в последнюю очередь. Когда мы уже поймем, что мы сделали все, что могли. Ну, да. Не, я имею в виду, что какие-то вещи мы можем не увидеть. Мы можем начать красить и потом только их увидеть. Косички. Например, вот эти вот такие вот моменты я не видела, пока не начала красить белые стены. Вот когда я покрасила, я увидела, что вот это и вот это хорошо бы пройтись алебастра и сравнять все это. Понимаешь? Под белой краской очень много видно косяков. А кто там? Короче, все, девочки, в жопу. Реально. Я никогда никому не советую вот это вот этим заниматься. Этим должны заниматься отдельные люди. И чтобы я когда-нибудь еще начала самостоятельно максимум, что мы можем с мамой сделать, это вот такие дырочки замазать. Это мы сможем алебастры. Но вот это, это трындец. Здесь нужно реально выравнивать стены. Они у нас до сих пор не идеально ровные. Мы еще вон подмазывали там. Короче, мы все зачистили. Что я сейчас хочу сделать? Сейчас я хочу просто взять краску, попробовать все это дело закрасить. Если реально при свете дня или при свете лампы я буду видеть какие-то косяки, то я приглашу уже человека, который все это выровняет и сделает. Вот. Если визуально у меня все будет устраивать, ничего не будет напрягать, то я оставлю все пока так. Натянем потолок и будем смотреть по ходу. Потому что ничего клеить я не буду, ничего делать не буду. В любой момент я могу захотеть поклеить обои сюда какого-то цвета или перекрасить что-то. И в принципе все это нормально, решаемо, делаемо. Но сейчас, короче, я просто хочу закрасить все в белый свет и посмотреть, что будет видно уже под белой краской. Никогда не делайте это самостоятельно. Я больше так не могу. Короче, девочки, у меня оставалась красочка вот в такой вот штучке. Я ее достала, открыла, а она воняет, короче. Но я думаю, ну, наверное, это можно нормально. Налила все сюда, начала красить вот там вот угла. Здесь все накрасила нормально, начала красить здесь. И, короче, она раз такая и начала отколупываться. Представляете? Ну, реально прям слазит каким-то слоем. Я чуть-чуть потерла и смотрю, оно все слазит. В общем, я шпателем опять зачисткой все это убрала, зачистила. И, ну, я думаю, что эта краска, может, пропавшая уже была. Она еще с таким запашком была, знаете, помидорков кислых. И, короче, я взяла грунтовку, которая у нас осталась сейчас, прошлась по всем вот этим местам и все загрунтовала перед покраской на всякий пожарный. Вот. А теперь мы ждем 2 часа, и я приду сюда все это красить, блин. Позвонила человеку, который занимается этими. Кто там выглядывает? Маленький. Не заходит, мы ему не разрешаем заходить. Включили там мультики, но он все равно ходит вокруг этой комнаты, хочет к маме. Да и грязненько солнышко. Вот. Так что я пошла с ребеночком поиграю, а оно пусть здесь все сохнет и ждет меня. А, позвонили, да, этому человеку, который все это делает. И, короче, сложно было с ним договориться. И плюс вот этот карантин, и плюс он весь занятой. Короче, все равно, пока на карантине сделаю все, что я считаю нужным и возможным для того, чтобы меня все устроило. А там, короче, видно будет уже после всех этих выходных. О, ну что, мои хорошие, прошло два дня. Стены наши остались так, как и были. Ко мне, значит, мужчина, который посмотрел все это за эту работу, братцы, не сказал, я не знаю, сколько за это взять, типа здесь делать нечего. Он делает масштабно все. Хорошо, посоветовал какую-то дорогую шпаклевку. На следующий день пришла женщина, которая сказала, сделаю все за 500 рублей. Должна прийти была на следующий день, но она не пришла и даже не отвечала на мои звонки. В итоге, в следующий день уже я понимаю, что, наверное, это какая-то карма неудачная с этими стенами и со всеми делами. И придется все-таки брать с умой. Но она, кстати, посоветовала шпаклевку какую-то недорогую, которую я купила за 120 рублей. Думаю, что у нас не получилось именно из-за того, что... Господи, куда я полезла? Вот. Из-за того, что у нас была не шпаклевка, а мы делали гипсом. Если бы мы делали нормальную шпаклевку, и было бы, наверное, все хорошо. В общем, она посоветовала мне дорогую, сказала, что тут мужчина слишком дорогую посоветовал, цены ей там не сложишь. И говорит, вот, возьмите такую. Это шпаклевка белоснежный цвет. Сатен называется. Сказала, 5 килограмм, типа, должно хватить. Ну вот я и взяла 5 килограмм. Но она не пришла. Видимо, мне придется делать опять самой все. Вот. И я сейчас здесь прочитала, что смесь должна быть использована в течение 80 минут. То есть в течение 80 минут, я так понимаю, что она застывает. У нас есть время, чтобы ее использовать до того, как она, видимо, густела или твердела. А гипс, он густеет в течение... То есть он твердеет в течение одной минуты. Он уже становится камнем. Вот. Поэтому у нас были вот такие неровности всякие разные. И тем не менее, посмотрите, как мы еще умудрились все это дело сделать. В общем, сейчас здесь неровности. Прям неровная стена. Вот так я провожу. Где-то ровненько прям, да, проходит. А где-то прям такие вмятины. И я думаю, что я сейчас, наверное, еще немножечко подзачищу где-то, чтобы не было никаких вот колдобин таких. И, наверное, нужно будет все это еще раз пройтись. Только уже я надеюсь, что это будет вещь как по маслу, знаете, как берем и вот как крем, да, и наносим. И без вот всяких вот таких вот проплешин будет. Что делать, если никто не хочет браться, плюс карантин, который только первая неделя карантина. И сколько это будет длиться, я не знаю. Но я хочу здесь уже помыть полы, все отмыть, отмыть свои полы, закрасить все, что нужно. И просто уже после карантина делать потолок. Кстати, потолок я хочу сделать спрятанная гардина, чтобы была там карниз спрятанный. Красиво. Во всю стену. В общем, это будет отдельное видео. Ладно, сейчас намешаю все. Специально не иду сейчас купаться. Хотя я сейчас искупаться, но специально не иду купаться, потому что сейчас буду защищать. Опять все будет на меня лететь. В общем, сейчас соберу волосы и вот уже испачкаюсь, все сделаю. Потом пойду срочно купаться. Ну что, я намешала небольшую часть. Здесь примерно, сколько тут примерно, полтора литра воды. Вот, и на полтора литра воды 2 килограмма, я думаю, или 2,5, но я уже на глаз мешала, чтобы консистенция была та, которая нужна. Сейчас она должна 2 минуты набухнуть, постоять. Ну, как-то там, что-то. 2 минуты, короче, должна постоять. Потом еще раз помешаю и приступлю. Я, в принципе, уже немножко подзачистила какие-то моменты. Я начну вот с этого угла, потому что он, если что, будет за занавеской потом. Вот, но постараюсь, если что-то не получится, сразу это все устранить. В общем, буду делать такой тоненький слой. Главное, чтобы он был просто ровненький. Ой, я не знаю, я попытаюсь. Выхода другого нет, терпения тоже. Сделала более густую консистенцию. И можно выравнивать, выравнивать, пока у тебя как следует все не вырубнется. Ну что, мои хорошие, я сделала это. Я сделала это. Реально крутая шпаклевка. Вот уже где-то подсыхает. Стены прям вообще ровные. Честно говоря, ровнее даже, чем вот здесь у меня под краской. Вот. Сверху еще это чуть-чуть зашкурится буквально. Но уже стены ровные, они сравнялись. Я уже приноровилась потом. И даже зашпаклевала еще вот какие-то моменты, которые мне не нравились. Вот там вот чуть-чуть такие мелкие дырочки. А так все-все-все везде зашпаклевала. И даже вот там еще закрыла эти дырки, чтобы под натяжным потолком... О, вон, кстати, да, еще вот эти маленькие дырочки надо. Наверное, да? Или нет? А, нет, они не насквозь там. Все, только вот здесь вот эти дырки замазала, чтобы они не это... Под натяжным потолком от сквозняка потолок не шатался. Фух, я так устала. Жду, когда высохнет теперь. Буду зашкуривать. Зайки мои. Я сделала это. Ну, я сделала. Короче, я пришла. Оно все уже подсохло. Прошло часа четыре, наверное, с того момента, как я все зашпаклевала. Это оказалось не так сложно, как казалось мне до этого. Это просто, просто шпаклевка хорошая. Реально я вам ее рекомендую. Она кайфучая. Я зашпаклевала свои стены лучше, чем те, которые у меня были. У меня здесь прям такие, знаете, гладкие. Прям вообще ни одной зернинки нет. А здесь вот, ну, как бы с зернинкой. Но я еще шпаклевала, да? У меня может от краски быть еще такое. Короче, практически идеально я сделала стены. Осталось их теперь зашкурить. Точнее, я уже их зашкурила. Я пришла, начала шкурить. И, короче, пошло-поехало, не стала снимать. Я брала просто шкурку и просто вот так фигачила все стены. Все зашкурила. Теперь мне нужно все прогрунтовать. А точнее, я не знаю, может быть, дать еще высохнуть. Потому что вообще она белоснежная. Мне кажется, она еще может подсохнуть. Так что я ей, в принципе, могу дать время еще подсохнуть. Вот там вот. Но я все уже зашкурила. И все идеально, гладко, ровно. Под рукой просто никаких шелушений нет. Я с собой довольна и прям аллилуйя. Если мне позвонить эта женщина, скажет, что? Я скажу, спасибо, я все сама уже сделала. Так что теперь, если нам будут делать, ну, не если, а когда нам будут делать электрику в других местах, конечно, мы уже вот эти вот штробы маленькие от электрики будем сами делать. Вот. Теперь я-то уже понимаю, в чем фишка и как оно вообще должно быть. Чего мне это стоило? Сколько нервов и так далее. Вот. Все. Осталось загрунтовать и покрасить. Это уже не сложно. Это я знаю как. Стены не все надо красить, только те места. Поэтому я вам уже покажу итог. И выпущу это видео, наконец-таки, длиною в жизнь. Вся, блин, белая. Вся в этом. Пойду купаться. Мои хорошие, заключительный день. Я сегодня думаю, что мы все закончим. Вот, посмотрите, кстати, при свете дня, какие ровные стенюшки у меня вот здесь вот. Да? То есть практически не видно косяков. Ну что, я все прогрунтовала. Вот такие вот страшные пятна получились. Все оно, короче, должно высохнуть у нас. Вот оно, страх Господний. Я не везде, естественно, прогрунтовала, потому что красить буду не все стены, а именно вот где я вижу, что хочу прокрасить и сделаю два слоя краски. Кстати, часто мне задают вопрос, Елена, когда плинтуса вы будете класть, устанавливать, приклеивать, прибивать, привинчивать. Я объясняю, что плинтуса будут в самую последнюю очередь, потому что кровать у меня будет впритык стоять, там плинтуса не нужны. Здесь, возможно, будет комод достаточно большой, тут плинтуса не нужны. Далее, здесь будет шкаф-купе, тут плинтуса не нужны. Тумбочки, возможно, будут плинтуса не нужны, потому что оно все должно быть очень близко к стенке. Я не люблю, когда от стенки плинтус торчит, и ты не можешь впритык все сделать. А потом я посмотрю, в видимых местах, где все видно, я уже сделаю плинтус. Под окном будет плинтус, там еще надо доделать кусочек линолеума, полов доделать, да? Будет плинтус вот здесь, здесь будет плинтус, тут, наверное, шкаф будет. В общем, это мы будем смотреть. А вокруг розеточек вот таким маленьким валиком можно красить. Что-то он не крутится только почему-то. Сейчас разберемся. Чего ты не крутишься? Почистила полы. Теперь вот окошки чуть-чуть чищу, потому что рабочие открывали, я смотрю, здесь пыли много, грязи какой-то. В общем, вымываю тоже. Наводим, как говорится, частоту. Ой, ну что, мои хорошие, в общем, мне еще чуть-чуть есть моменты, которые надо докрасить, да, действительно. Но мне уже хочется ночевать здесь. А краску привезут только завтра, поэтому я минимально уже... Вы даже так и не видите на самом деле особо, да, где мне нужно подкрасить. Поэтому я думаю, я не буду уже тянуть время, чтобы снять вам это видео завтра, покрасить, потом опять снять, потому что вы разницы не заметите. Смысл получается вот так. Все беленькое, все ровненько сделано. Я уже перетащила кровать сюда. Все как бы пока что так. Вот, а завтра красочка придет. Я это подвину, там чуть-чуть докрашу, там докрашу как бы и все. И все будет хорошо. Дэнь, смотри, мама красоту сделала. Заходи. Ю-ху-ху-ху. Класс какой, да? Вот это мама красоты сделала. Спим здесь. А где-нибудь типа... Что хотела сказать по поводу всей этой работы? На самом деле это адская история. Очень все это дело нелегко мне далось. И сейчас, если вы меня спросите, повторила бы это ли я второй раз, я бы сказала нет. Я бы реально наняла рабочих. Я бы уже их наняла, но увидите, какая история, да, была. Просто плохая карма с этими рабочими. Поэтому пришлось все это делать самой. И я рада, что все-таки мы это доделали. Шпаклевка хорошая. Сама штукатурка тоже достаточно нормальная. Но я бы не делала... Знаете, в интернете я нашла два способа. Один способ... Солнце светит в глаза. Один способ это когда вы все ровно-ровно штукатурите, да, потом влага вбирается и получается такой проем. И нужно второй слой сделать. Это первый способ. А второй способ это когда вы накладываете-накладываете с горкой, через час или два приходите и срезаете все это. И там уже не нужно ничего делать. Но мне нравится больше первый способ. Если бы я знала, что получится вот так, как у меня здесь получилось, я бы вот этот способ, где с горкой накладываешь, даже бы и не пробовала. И сделала бы все на самом деле ровнее. Тяжело мешать вот эту всю штукатурку. Со шпаклевкой намного все проще и интереснее. Она реально как по маслу, мягенькая, ложится. Реально можно было бы выровнять хорошо стены все. Но в принципе они меня устраивают. Они достаточно ровные. И вот. Кстати, шпаклевка очень хорошо смывается водой. Вот. Я ее легко отмыла от линолеума. Еще раз, блин, радуюсь, что я так рада, что именно линолеум я купила. Потому что его не жалко. И реально так его удобно и классно мыть. И полы как бы не холодные, да. Все вот мне нравится. По личному внутреннему ощущению, мне хочется, чтобы остались вот такие голые стены. Не хочется делать на них никаких обоих, ничего. Не знаю почему. Может быть потом я сделаю, но сейчас вот чисто по ощущению вообще не хочу ничего трогать. Все хочу просто белым-белым закрасить. И вот так, чтобы все и было. В общем, надеюсь, мое видео было полезным. Не повторяйте моих ошибок. Пишите ваши вопросы в комментариях. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok